Друзья, всем привет! Убрали две тушки, ну двух штук. Андрюха недавно поехал, Андрей робил все, видео мы не снимали. И сейчас будем нарезать сало. И также хочу сразу всех нас, кто из Украины, украинцев, поздравить с вступлением, ну не вступлением в Евросоюз, а кандидаты в Евросоюз, а следующее будет уже вступление. Так что вот это уже сало европейское мясо. Мы потихоньку-потихоньку идем в Европу. Поэтому я сегодня утром побачил Борю, говорю, Боря, ты не Боря теперь, а Борис Джонсон, а Аськи, говорю, ты не Аська, а Ангела Меркель. Поменял им имена, поэтому у нас все теперь почти по-европейски. Не надо это, да? У нас все по-европейски. Короче, что мы будем? Давай покажем, как сало-мясо. С, получается, 4 задочка, 8 галяшек, отбывна, 4 ошейка, 4 половины и 4 лопатки. Ну и сало получается. Такое есть тонкое, есть такое более-менее. Ну, кости, ребра. Короче, вот так. Тут дуже удобно все, аккуратно, все чисто, все хорошо. И так же, друзья, вот у меня мой ножик и мой мусат. Мусат тоже Трамантино. Кстати, есть 5 ножей на продажу, 5 штук. И есть 4 мусата на продажу. Мусаты тоже Трамантиновские. И ножи Трамантиновские, кто не знает. Нож так и есть, 580 гривен. Мусат 400 гривен. Кому надо, обращайтесь в наличии. Ну, не много, но есть. Это мусаты, у меня они еще были до войны. И часть мы уже продали вместе с ножами. А это я оставлял в себе, но понял, что мне много. 5 мусатей, у меня еще один там в кабинете. 6 мусатов, поэтому я продам 4 штуки и эти 5 ножей тоже продаются. Кому надо, обращайтесь. Они есть. Телефон под видео и закреплю в комментариях, куда звонить насчет ножа и мусата. Все не сказал, все сказал. Ну, а теперь нарезка. Мусат по-любому надо, потому что без мусата, вот я вот этим ножом уже розчекрижил, это лично. Я 11 туш. Ну, и понятно, много сала так понарезал. И я вам скажу, подводить надо. Колину надо трошки подвести, не дуже спеша, потихоньку, там, кто, как умеет, а воно рука потом набивается, набивается. И таким образом и все. Поэтому, кто будет брать нож, рекомендую брать ему сад. Ну, не так их и много, поэтому сразу звоните, заказывайте. И оплата наперед. Предупреждаю, сразу, чтобы не удивлялись, чтобы кидали в волога трон. Заплатили, мы вам отправили. Сколько перед этим подправляли, никто не жалуется. Поэтому не переживайте. Начинаем, да? Начинаем нарезать. Так, ну, сначала давай таки, без эй. Ножи, конечно, я сам, если честно, не нарадуюсь. Ось, легенько берешь. Раз. Вот так. Я как спину в другий ящик. А тут всегда таки лопатки, запки. Чего так лучше? И, кстати, цены. Цены на живый вес, я не знаю по областям, как. Но у нас вроде бы 60-65, но вчера Ябоваков со знакомым из Сумской области, знакомый, сказал, что уже 70 гривен живый вес. Почему у вас европейский живый вес сейчас? И вроде бы прогнозируют 80-85 живый вес. Поэтому понаписывайте. И так же цены, мы то продаем еще по старым ценам, а вообще цены уже на мясо вообще другие. Получается, ашиек 200, вырезка 180. Ну, а обычное мясо, за такие лопатки, 165. Это реальные цены, те, что у нас даже сейчас по магазинам. А мы еще так по старому. А вот эту партию делаем по старому. А там потом, когда будем резать, потому что мы планируем сейчас пока не резать, а может еще хоть подрастать. Потому что идут хорошо, набирают вес. Не будем спешить, ну, торопить события. Ну, так решили. Такое сало 100 гривен. Вот такое сало, ну, это по новым ценам. Те, что сейчас уже в магазине, по 100 гривен. Бекон 150. Вот и думайте, и гадайте. Поэтому вот такие цены, ну, я думаю, такие цены недавно уже в Киеве, там, я тут в таких областях, в Киевской области, бо мне давно писали, что по 200 гривен. Ну, вот это дошло и до нас. А живой вес, ну, понаписывайте, в кого який живой вес, бо я думаю, что живой вес, если так будет продолжаться, то до 100 гривен дойде. Ну, Андрей, я питал, он говорит, навряд ли до 100 гривен, у меня в районе 70-80 гривен, может быть. Так, может, другий. А, ну, давай. Сюда. Тут дуже удобно. Комфортно. Все зробили, все чики-пики. Так, дальше поехали. Спина. Вот, видите, какая спина. А, ты думаешь, длиннее будет? Карпачиком вот так складаем. И ось, а, це с двух, як раз спина. Может, так, наверное, заполонул. Властевки, властевки, властевки. Хтось скажет, а что тут такого, что мы в Европу? Это, это не что тут такого. Это серьезные дела. Это историческое событие, я вам так скажу. И даже для самих ютуберів, это тоже, ну, как бы, хорошая новость. Объясню, чего, кто еще не понимает, кто на ютубе недовго. Чем хорошо для самого ютуба, вот, для нас. Во-первых, блогеры украинские, они будут уже, ну, со временем, не сразу в Европе. У нас будет, кто заработает на ютубе, какие-то там гроши, будет европейские цены на рекламу, на все. То есть, будет намного выгоднее, кто, ну, это, кто заработает, такие профессиональные ютуберы, не такие, как я, тяплят, а такие, что соображают все. Стоимость рекламы на ютубе будет дороже. И, то есть, платитимут ютуберам тоже больше. Поэтому, это только что ютуб. А так, понятно, что много таких государственных дел, ну, в которых я, грубо говоря, ничего не соображаю, но тоже, ну, тоже приятно, ну, ось, и все хорошо. Все вот, біля шии, ой, ну, да, біля шоковина, типа, таке шось. Вот так. Так что, ножи, кому надо, берите, потому что их осталось, не, не, не богато. Вони в нас и были, эти ножи, просто, что, ну, решили их продать. Вони в наличии есть. Это до грудинки кинем. Так, дальше, 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 ше-ше, ше-ше. Подчеревок. Вот, самое хуже, раньше было, для меня, это, нарезать подчеревок. Сейчас, я просто радуюсь. Режу и радуюсь. А так, да? Потоньше. Без всяких, там, напряжений. Ось, дивите, как подчеревок нарезается. Без усилий, без яких-либо. Просто. Оце, край так. Опа, почти. И все, и теперь складаем сюда. Вот так. Чик. 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 Дальше. Так что, вот такие у нас новости насчет Европы. И также, кто дивится канал с других стран, вы уже дивитесь европейский канал. Ну, почти европейский. Да, дожди сегодня у нас и дальше складаем. Кто телефон позвонил, пришлось отлучиться на пару минут. Да, давай их сюда, вот эти два. Тоже, вони таки... Это у нас спецклиент забирает, оцей, крайки любят таки. На запекание, запекает. Я положу их сюда, а ты знатимешь, ага, что они тут. Вот так. Чик. О. Видите, какая красотища. Все. Чики-пики. Ну, вообще, сало просто, если честно, просто сказка. И оно ж полезно. Европейское сало самое полезное. Европейское, украинское. А вообще, я вам скажу, прекрасно, когда живешь в хорошей стране. Я и так никого не жалуюся, и повода не бачу, жалуюся, что что-то не так, что что-то не нравится. Я всегда всем доволен. Я не... не виню никого, что там у меня что-то не получается, я там гоню, вот таки государства, пересеки. Я всегда виню себя. если у меня что-то не получилось, вот я там тормознул, там не те, зробил там не те. То есть, я не шукаю крайних. Я, если одно не получилось, начинаю друге, и рано или поздно, десь то и получится. Вот жена у меня святитель века. Правильно, Вик? Она кивнула, просто вы не видите. И, кстати, насчет моей жены. Покажи жену. Не стесняйся, там не этот, не бойся. Я не боюсь показать ей. Я ей тысячу раз сказал, давайте я покажу. Она говорит, зачем воно мне надо, я что, ютубер якийсь. Каже, не хочу я, чтобы меня кто-либо обсуждал там, или критиковал, или там писал свои комментарии. Насчет меня. Ну, не хочет она, так все. Ну, что? Вона не блогер, говорит, да, я не хочу, так все. Это мне по барабану, что там за меня говорят, кто там что говорит, все то разное. Это не надо, да. Мне все равно, а вона говорит, я не хочу, ей не все равно. Такий самый у меня сын, он пока был маленький, ну, кто повне, раньше, кто дивился ютуб-канал, он всегда, пока был маленький, всегда снимался, и там что-то постоянно рассказывал всем, ребята, туда-сюда. А сейчас он уже не хочет, его не заставили, чтобы его даже видно было на камере. Он говорит, я не хочу, чтобы меня, а я думаю, чего не хочет, потому что в те, еще время, ну, взять там пару лет назад, как он снимался, а это же писали на коментарии, и ему охоту отбило, за него погане писали, и он просто все, он подвернулся, и говорит, я ни в какую. Поэтому и получается, что я в себе дома, в основном, сам себе и показываю, а так он мне помогает, да, и жена сильно помогает, ну, показывается только один, потому что они не хотят. А из-за чего, я же говорю, из-за комментариев. Людей много, ну, как, пришибленных, поэтому, я то внимание на них не обращаю, а люди есть, реагируют. Поэтому, я и много, допустим, роликов бы показывал, там, как торговля проходила в магазине, я мог это показывать, тем более, мне не надо ничего снимать, меня камеры там снимают, взял записи, за день показали, все, но я не стал, потому что, коменты, коментарии, а люди потом читатимут, кто у меня в магазине скуплявся, и будут, ну, как бы, недовольны, скажем, зачем оно нам надо. Поэтому, из-за этого, я думаю, не каждый хочет и показывать. Ну, и так бы, много чего показывал, но и за, есть люди, что не хотят, чтобы за себя, что считать, поганное. Я тут, таки, я, во-первых, не живу, чужим мнением, можете, бачите, а таки бывают обрезки, мясные. Я их просто вкинул, и все, как жвачишь, походишь, жуешь. Это сюда, да? Ну, думаю, я рассказал вам насчет жинки и насчет сына, чего они не показываются на видео. Того, что есть на это, наверное, какие-то причины. Дождь, луков, голода. Сегодня вообще какой-то день, таки. Ци, Андрей, Андрей, прийшел в 7 часов утра 8-9-10. До 10-ти он справился, уже все оттуда было до 10-ти раззабрано. И потом я положил, чтобы трошки остыло, а потом думаю, сниму ролик, покажу, как что налезает. И цены вам скажу. И вот это Андрей начал заканчивать в 10, да? Нет, в 9 начался. В 9 начался дош, да, мы уже перебазировались сюда, он тут разбирал души. Ливень. Ливень страшный был, и вот это сейчас лье, лье, вот так рывками, ну ливень сильный. Я Андрею тоже говорю, что Андрюха, уже почти в Европе. И тестю пішел, сказал утром, говорю, что в Европе уже. Да подожди, там какие-то эти 20 лет ждали, ну как обычно. Ну, знаете, у кого в голове позитив, то все позитивно и хорошо. Воно и в жизни хорошо. А у кого-то негатив, то все вечно не так, воно и в жизни все вечно не так. А тут преж на позитив, по барабану, так, не так, перетаковать не будем. Перетаковать. И все. Ось, дивитесь, ну что тут мені жаловаться. Гляньте, красотища. Что тут не так? Все ж супер-пупер. Подивитесь, ось сами мясо яки. Галяшки, грудинки, взял грудинку, запек, с чесничком, нашпигував її. Таааа, ось, все. Таааа, галяшку, запік, наштрикав, чесника туда, духовка, все нормально. А це передня, а то задня, так? Передню взял. Ну, тут уже таке, задочки, передочки, ребришки, мобришки, все есть. Все есть, что надо, и что не надо. Ну, в принципе, все надо. И обрезки, трошки, есть килограмм, четыре. Ну, то таке, то не будем уже, этот. Короче, шо? Вот так, вот так все, зробило, так все нарезали, все, и, и вот так. Ножик протираем до следующего процесса. Оп, и сюда. Оп, и отнесу, положу в кабинете, свій носатый, свій нож, и хай там лежить. Следующее будем убирать мадам Брошкину, ну, то уже без Андрея. Я Андрею казав, что мы сами будем. Ну, то уже позже, под деньрожжение моёй возлюбленной. Будет в ней деньрожжение, чё ты смеешься? Будет в ней деньрожжение, мы под деньрожжение уберем Брошкину. А тихо, и ростут, пока не будем лизать, потому что, ну, еще я бачу, по выходу, хороший вес, их срок, сколько месяцев, сколько дней, все отлично, по таблице, все, я очень доволен. Ну, что-то думаю, хай еще поростнуть, куда мне спешить, может, и цена еще піде, трошки вверх, хай буде, поэтому. Вон, дивиться, я кидывающе. Открый, випно, сейчас я. Открый. И? О, все тут. я колье. О, крыша, дивися. Мы сюда пенюк перенесли, чтобы тут орубать. оце так цілий день. Бориса немає, Меркель тоже нема, поховались під навесом. ого, ого, диви яке, ой-ой-ой, оце да, я колье. Опять косить, наверное, прийдеться. Это уже я три раза косил, а это уже четыре раза. Это уже четвертый покос будет у меня. Мене косить не тільки в дворі, оце здоровое, а ще за двором, наверное, как два раза в дворі. Поэтому косиня, це для мене не так просто. Все, друзья, все показали, все рассказали. Всем спасибо за внимание. Ще раз всех поздравляю. Мы стали членами наступления в НАТО. Що попало? В Евросоюз. Так що, всем спасибо за внимание. Всем пока.